Жители сёл Красная Воля и Хлебаро пожаловались на проблемы с водоснабжением. Энергосбыт за долги отключил подачу электроэнергии на насосную станцию, а сами насосы нуждаются в замене. В свою очередь МУП «Водоканал» начал работу над модернизацией насосной станции, но в связи с ротацией кадров работа приостановилась. Проблема пока остаётся на сегодня нерешённой в части оплаты за электроэнергию. Население на сегодняшний день без воды уже 10 суток. Полагаем, что в начале следующей недели силами населения мы закроем задолженность, финансовую часть. Энергосбыт дал обещание, что при закрытии части задолженности он подключит электроэнергию для насосной станции, и вода будет подаваться. Но это не решение вопроса. Константин Затулин в ходе встречи связался с новым директором МУП «Водоканал» Антоном Денисовым. Он сообщил, что уже в ближайшее время будет проведена работа по замене насосов. Также в ходе приёма был решён вопрос по восстановлению моста через реку Чахцуцир в селе Нижняя Шиловка. Ремонт будет окончен в течение месяца. А противооползневые работы на участках дороги в селе Бестужевское начнутся в ближайшие две недели. Обратился к депутату и представитель ТОС микрорайона Блинова с просьбой посодействовать в организации ярмарки выходного дня на улице Лесной. Как выяснилось, ярмарка в Блиново появится в мае. Участок под это уже отведён, сейчас идёт подготовка документации. Не обошлось и без уже привычной проблемы в Сочи обманутых дольщиков. Вот у нас огромная проблема вообще, не только в связи с этим. Это законно и справедливо. Вот надо, чтобы законно и справедливо совпадало. Но у нас часто законно оказывается несправедливо. И вот в этом случае с обманутыми дольщиками, это, к сожалению, самый яркий пример. Надо вернуться к здравому смыслу. Надо наказывать тех, кто виноват, но надо делать максимум для того, чтобы невинные люди, люди обманутые и при этом как можно меньше страдали. Самая острая проблема коснулась жителей районов, прилегающих к аэропорту. В последнее время им отказывают в согласованиях на строительство на основании того, что Росавиации готовятся новые правила. Планируется расширить территорию зоны ограничения от аэропорта. Такие перемены могут создать неудобства жителям не только Адлера, но и Хостинского района и Краснополянского поселкового округа. Константин Затулин заявил, что подробно изучит ситуацию и предпримет необходимые меры для того, чтобы готовящиеся решения не создали дополнительных сложностей для сочинцев.